Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать из стен Горно-Алтайского государственного университета. Сегодня у нас непростой день. Сегодня мы с ректором Горно-Алтайского государственного университета с Валерием Геннадьевичем будем обсуждать вопросы, которые интересуют наших будущих студентов, наших будущих умов нашей страны. Это выпускники, выпускники, которые в этом году сейчас будут выбирать, куда же им пойти дальше, чтобы устроить свое будущее. Здравствуйте, Валерий Геннадьевич! Добрый день! Добрый день, уважаемые зрители! Знаете, Валерий Геннадьевич, вопросы на самом деле абсолютно разные, как связанные с обучением в нашем университете, так и просто личные вопросы к вам. Это очень интересно то, что будущих абитуриентов интересует больше ваша личная жизнь. Ну тогда, если позволите, мы начнем. Итак, первый вопрос задают вот как раз к вам. Добрый день, Валерий Геннадьевич, расскажите немного о себе, откуда вы родом и где учились? Родом я из города Горно-Алтайска, закончил школу номер один, затем год работал на заводе токарем, потому что не поступил в школу милиции. Сейчас я об этом не жалею, хотя, конечно, профессия сыщика очень так романтично, героично, но все у меня сложилось, в общем-то, неплохо. Затем я поступил в Горно-Алтайский государственный пединститут на историко-филологический факультет, закончил его, служил в армии полтора года в группе советских войск в Германии. Уже там, перед Гембелем, получил приглашение прийти работать в ВУЗ, ну и вот с 86 года с небольшими перерывами на обучение в аспирантурии и докторантурии я и работаю. Валерий Геннадьевич, вопрос такой вот, если вы хотели, получается, стать сыщиком изначально, в вашей нынешней профессии помогают ли вам вот эти навыки, и часто ли вы работаете сыщиком в университете? Нет, к счастью, нет, к счастью, нет, нет необходимости в этом. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос, он интересует не только абитуриентов, но и, в принципе, всех школьников, как нынешних, так и прошлых. Это вопрос, связанный с ЕГЭ. И вот такой вопрос, пробовали ли вы сами сдавать ЕГЭ? Вот знаете, в различных телеграм-каналах иногда публикуют эти вопросы, чаще всего я по истории, что мне ближе. А вот так, чтобы взять тест полностью то, что решают школьники, какой-либо, нет, не пробовал, честно. А хотели бы? Конечно, скорее всего, желания такого большого нет, но в любом случае, говорят, что... Было бы интересно, да. Получить новый опыт. А как вы считаете, все-таки ЕГЭ, это все-таки хорошо или старый принцип сдачи экзамена в выпускных классах был более лучше? Когда только ЕГЭ начинался, и он был достаточно примитивен, да, где большая часть вопросов состояла из того, что ты, в принципе, мог просто угадать, да. А некоторые вопросы, я, опять же, вот смотрел некоторый вопрос из тестов, да, из тестовой части, касающейся вот истории, да. Правильный ответ был просто некорректен, да, потому что существовали разные точки зрения. Вот на один и тот же вопрос мне запомнился Столыпинская аграрная реформа, да. Она была успешной, она потерпела крах и еще там каких-то там два вопроса на выбор, и правильный ответ был, она потерпела крах. Вот. Если бы мне при устном экзамене студент вот так сказал, и вот убедительно бы не смог доказать, что это именно так, но я бы ему, конечно, поставил не очень хорошую оценку. Когда ты беседуешь с тем, кто сдает экзамен, даже если он, на твой взгляд, отвечает неправильно, но он умеет мыслить, то с ним поговорив, можно как бы и поставить не только за правильно там сказанную дату или время там, когда произошло то или иное событие, но и увидеть, что человек мыслит, это тоже очень важно. А вот такое голое, можно сказать, даже угадывание, оно к развитию личности не ведет. Сейчас единый государственный экзамен, его вопросы, они, безусловно, претерпели значительные изменения, и теперь можно более-менее быть спокойным за то, что не происходит вот такого бездумного просто натаскивания. Там есть варианты, когда человек действительно может мыслить, рассуждать и так далее. То есть сейчас... Ну, это лучше. ...модернизируется и становится все-таки получше, чем было вот в прошлые годы. Конечно, конечно. Хорошо. Следующий вопрос. Стоит ли получать высшее образование в 21 веке или можно обойтись без него? Интересно узнать ваше мнение. Нет, безусловно, нужно. Безусловно, нужно. Ну, не самая отсталая страна Япония, да, там обязательное высшее образование. То есть, и, наверное, мир придет к этому, но это не значит, что... Потому что, помимо, ну, скажем так, знаний по специальности каких-то навыков по профилю обучения человек получает базовое образование и по другим, ну, скажем так, дисциплинам. И вот это базовое образование, которое он получил в университете, ну, пройдя все его ступени, бакалавриат, магистратура, в идеале, да, они станут той основой, с помощью которой он будет продолжать учиться всю оставшуюся жизнь. Потому что, если ты хочешь стать хорошим, востребованным специалистом и успокоишься, получив диплом, либо бакалавра, либо магистра, и все на этом, да, ты таковым не станешь. Вот поэтому жизнь стремительно меняется, меняются знания, новые открытия и так далее. И ты просто обязан поддерживать тот уровень, который тебе дали в университете и даже идти на опережение, чтобы не деквалифицироваться. Хорошо, спасибо. И вот вопрос уже от меня. Одно время было очень важно как раз-таки поступать, не поступать, а идти работать по профессии той, которую ты выучился в университете. И это было одним из важных таких аспектов. То есть нужно было выбирать лучшее будущее свое, потому что после обучения в университете ты обязан был работать по этой специальности. Сейчас, как показывает практика, это не настолько строго. То есть сейчас отучившись на одну специальность, ты можешь пойти работать в принципе на другую. Там мы не говорим сейчас про гос. какие-то учреждения, госслужбы. Вот вопрос такой. Хорошо ли это? Или все-таки лучше было бы, когда отучился, допустим, на географа, должен вот идти и работать географом. Отучился на юриста, должен идти и работать юристом. Как вы считаете? Как лучше все-таки? Во всем нужна разумность, разумная мера. И не случайно сейчас вводится очень такой жестко регламентированный в законе целевой набор. И если ты заключил договор о целевом обучении, взял на себя некие обязательства, и государство позволило тебе по отдельному конкурсу быть зачисленным в ВУЗ, потенциальный работодатель берет на себя обязательства каким-то образом способствовать тому, чтобы тебе было комфортно учиться. Где-то он платит дополнительную стипендию, обеспечивает место для прохождения практик, оплачивает проезд к месту практики, и дает еще какие-то. Ну, ты, наверное, обязан. Да не наверное, а сто процентов ты обязан отработать оговоренное в договоре, а это сейчас там три года. Ты обязан там отработать, потому что, конечно, на каждом производстве нужен специалист своего дела. И если профиль работы это география, то, конечно, лучше, чтобы там был географ, а не математик. Правда? Хотя математик это такая вот универсальная, математическое образование настолько универсально, что математик, в принципе, может работать где угодно. Тем не менее, я говорю, во всем должна быть мера. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос от абитуриентов. Какое направление подготовки самое интересное для вас? И хотели бы они узнать, почему именно для вас интересно это направление? Так, ну давайте исходить из того, что мы живем и работаем в Республике Алтай. И основная задача вуза нашего – это готовить кадры для нашего региона. Поэтому будем исходить из того, что востребовано сегодня или будет потенциально востребовано в самое ближайшее будущее в нашем регионе. Да и, наверное, может быть и не только. Мне очень нравится то направление подготовки, которое мы реализуем. Это технология переработки продукции сельского хозяйства. Человек хочет кушать всегда, при любом строе, при любом уровне материального достатка и так далее. А там мы как раз учим ребят тому, чтобы они умели и сыр сварить, и какие-то мясные продукции сделать и так далее. Вот это вот профессия навсегда, навсегда. Ну а так я не могу выделить вот что-то такое, потому что мне нравится все, что мы даем нашим деталиентам. И мы стараемся делать это хорошо. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Правда ли, что в больших городах больше возможностей? Многие считают все-таки Горно-Алтайск это более таким маленьким городом, более узким, углубленным среди гор. Назовем это так. Почему многие выбирают приоритеты все-таки уехать в большой город, потому что там больше возможностей? Безусловно, большой город это большие возможности. Возможности реализовать себя гораздо больше вариантов, чем в городе маленьком. Но я уверен в том, что если будут реализованы все те планы по развитию республики Алтай, которые намечены, я думаю, что каждый из молодых людей, которые родились здесь и захотят здесь себя реализовать, им эта возможность будет предоставлена. По-другому я на этот вопрос ответить не могу, потому что это реалии. Большой город он всегда манил и будет манить молодых людей. Но я знаю и обратное, когда люди разочаровываются в большом городе и возвращаются к себе домой. Да, но опять же, на своей даже практике знаю о том, что все выпускники из Горналтайского университета так или иначе все равно находят работу, то есть никто без работы не остается. Тут можно сказать, что и Горналтайск, конечно, тоже небольшие возможности, но в любом случае, скорее всего, битуренты переживают о том, как они будут трудоустраиваться. Скажу из личного опыта, трудоустроиться можно и выбор будет у вас очень большой, поэтому не переживайте. Особенно если ты в процессе учебы в университете не поленился и в рамках дополнительного образования еще освоил какие-то... Дополнительную профессию? Конечно, конечно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно ли после окончания ГОГУ остаться в нем работать и что для этого необходимо сделать? Процесс омоложения кадров, он процесс постоянный, люди увольняются, уходят на пенсию, возникают вакантные ставки и мы целенаправленно готовим будущих своих преподавателей. Для этого нужно хорошо учиться, заниматься наукой, причем заниматься наукой очень серьезно, начиная с первых дней нахождения в ВУЗе, понимать, что ты хочешь, понимать, что ты любишь эту профессию, понимать, что ты человек коммуникабельный, можешь общаться с людьми, можешь повести за собой людей. Хороший преподаватель без серьезного задела в науке не может быть. Поэтому вот этот вот симбиоз образования наука и желание написать, провести самостоятельное научное исследование, защитить диссертацию кандидатскую в перспективе и докторскую, а не сложить руки после защиты кандидатской диссертации и почивать на лаврах, а стремиться к большему, это и ты сотрудник университета. Спасибо большое, Валерий Геннадьевич. Следующий вопрос от наших абитуриентов. Добрый день, Валерий Геннадьевич, хочется услышать ваше мнение. Как вы считаете, должны ли студенты колледжей поступать по результатам ЕГЭ? Ну, на сегодняшний день у них выбор, есть выбор, да. Он может сдать единый государственный экзамен или быть зачисленным по внутренним испытаниям ВУЗа, да. В принципе, внутренние испытания ВУЗа, они не могут быть, ну скажем так, задания не могут быть слабее, чем задания по ЕГЭ. Поэтому сегодня большой разницы нет, у человека есть выбор. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Как вы считаете, есть ли преимущество будущему студентов, поступающих по целевому? У него только одно преимущество, у него уже есть гарантированное рабочее место. Ну и там свой конкурс среди целевиков, да, если он не выдержал этот конкурс, потому что количество целевых мест ограничено, ну он идет в общий конкурс. Хорошо, а какие-то преимущества, либо привилегии у студентов, которые поступили по целевому, есть перед студентами, которые поступили на общих основах? Нет, абсолютно никаких, кроме того, что обещал и должен по условиям договора, сверх того, что он получает там стипендию в общежитии и так далее, готов дать ему работодатель. Может быть работодатель захочет, чтобы его будущий работник жил в отдельной квартире съемной. Вот, пожалуйста, работодатель. Университет никаких привилегий в принципе нет, то есть разделение? Нет, нет, нет. Следующий вопрос. Почему стоит выбирать для обучения ваш вуз? Как ректор и как патриот своего вуза и как человек, сам закончивший этот вуз, я не могу не сказать, что у нас самый лучший вуз. Мы реализуем те образовательные программы, которые будут востребованы в том числе и прежде всего на рынке труда в нашем регионе. Мы даем хорошее знание, во многом это обусловлено тем, что небольшой набор, не очень большие контрольные цифры приема, у нас небольшие потоки по тому или иному направлению или специальности. Преподаватели, по сути, знают, чем живет каждый студент, которому он преподает, и по сути у нас индивидуальное обучение. И практика многолетняя показывает, что даже если ребята после окончания вуза уезжают куда-то в другие города и страны, наши выпускники везде очень хорошо устраиваются в жизни. А это говорит о том, что мы их хорошо подготовили. Хорошо воспитали. Выпустили, скажем так. И воспитали, что немаловажно. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Какие направления подготовки стоит пристальнее рассмотреть поступающим и как не ошибиться с выбором? Сердце тебе подскажет. Не всегда следует слушать маму с папой, да простят меня родители, которые будут говорить, иди только на юридический, иди будь только экономистом. Столько было разочарований. Столько было разочарований. Вот что тебе подскажет твое сердце? Я уже говорил о той профессии, о направлении подготовки. Может быть, кто-то не ожидал от меня этого услышать. Я не могу кому-то что-то навяливать. Человек должен все-таки сам сделать осознанный выбор. И если ты понял, что ты ошибся, поступай на следующий год, а не мучай ни себя, ни родителей. Скорее всего, для наших абитуриентов будет очень интересен этот вопрос. Если ты отучился, допустим, первый курс, либо там полтора года, и понял то, что данная специальность тебе не особо интересна, но тебе интересна специальность либо в рамках своего факультета, либо, допустим, другой факультет. Возможно ли перейти на другую ветвину обучения? Можно, перевестись можно. Но, опять же, ты должен будешь доздать ту разницу, которая образовалась в учебных планах. И, опять же, если ты поступил на бюджет и хочешь продолжать учиться на бюджете, ты должен понимать, что там, куда ты хочешь, может не оказаться в бюджетных местах. И тогда ты будешь учиться платно. Хорошо. Но это во многом помогает таким людям, как в частности я, который не мог определиться, куда же все-таки я хочу поступить. В плане, какой факультет мне выбрать. И в итоге метался-метался, но выбрал один, не пожалел, что его выбрал. В любом случае, друзья, если вдруг вы передумаете, не переживайте, вы всегда сможете перейти на другой факультет, который вам будет более интересен. Следующий вопрос. Всем ли студентам предоставляется общежитие? И сколько стоит проживание в общежитии для первокурсников? На сегодняшний день у нас три общежития и практически 100% обеспечение общежитием всех желающих иногородних студентов. Стоимость проживания в месяц составляет от 1050 рублей до 1100. В разных общежитиях немножко разные тарифы на коммунальные услуги, поэтому небольшая разница. А вот есть ли какой-то определенный порядок или регламент, как попасть в это общежитие и могут ли туда попасть любой желающий? То есть мы в том числе имеем в виду, к примеру, жители Горно-Алтайска. Нет, я же сказал, все иногородние студенты. Это по личному заявлению. Следующий вопрос. Какой размер стипендии для первого курса? Базовая стипендия у нас для первокурсников составляет 3000 рублей. Это по высшему образованию и 900 рублей в колледже. Практически никто эту сумму не получает. Все получают несколько больше. Особенно первокурсники с высоким баллом единого государственного экзамена получают в этом году в зависимости от количества баллов. Начиная от 180 и выше, они получают от 10 дополнительно до 15 тысяч. Но это вот до первой сессии. До первой сессии. Там уже по итогам того, как ты сессию сдал. Ну и точно так же это касается и других курсов. Как ты сдал сессию на отлично или на хорошо и отлично. Тебе начисляются бонусы, так скажем. У нас есть стипендия для малообеспеченных. Социальная стипендия. Стипендия президента, правительства Российской Федерации. Лидов стипендий очень много. И здесь даже на одной странице не уместится, какие доплаты к базовой стипендии есть у наших студентов. Но у нас в нашем университете один из самых высоких показателей по стипендиальному обеспечению наших студентов. Вот это как раз следующий наш вопрос. Правда ли, что в Гагу самая большая стипендия? Правда. И всех интересует, почему она такая большая именно в нашем университете? Ну стипендиальный фонд и контингент студентов позволяют нам платить такие стипендии. И это же хорошо. Да, конечно. И в любом случае, даже вот когда вы сказали о том, что для первого курса стипендия зависит от того, как ты сдал единый государственный экзамен, это уже даже такая большая мотивация о том, чтобы получать больше стипендию, просто сдай хорошо ЕГЭ. Следующий вопрос. Возможно ли стажировки в другие страны за счет средств ВУЗа? Я не могу сказать, что, допустим, любому желающему мы оплатим стажировку, потому что это делается из небюджетных средств ВУЗа. Да, но как бы у нас есть уже опыт, и мы можем оценить, насколько важна эта, насколько интересна, потенциально она необходима, в том числе и ВУЗу для будущего. Такая практика есть. Много ли студентов? К сожалению, не так много, как хотелось бы. Я вот хочу обратиться, пользуясь случаем, и к ребятам, которые будут смотреть передачу, и особенно к их родителям. Мы готовы помогать студентам, во всем помогать. От чисто организационных вопросов по оформлению этой стажировки, по договоренности с каким-то зарубежным партнером, по возможности мы оказываем финансовую поддержку для этой стажировки. Но для большинства таких обменных программ требуется знание английского языка. В каких-то случаях немецкий или китайский, но английский везде, даже в Китае. Понимаете? И поэтому, уважаемые родители, и вы, ребята, тоже, изучайте языки, учите языки. Вот это не просто такое вот расхожее выражение, или там какое-то красное словцо, вы будете знать язык иностранный, английский, лучше английский, и перед вами откроется мир. Спасибо большое. Следующий вопрос. Предоставляется ли академический отпуск студентам, учащимся в магистратуре? Да, да. Если к этому есть показания, да. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Изменится ли стоимость обучения в следующем году? Стоимость обучения устанавливаем не мы. Стоимость обучения по различным направлениям подготовки, допустим, гуманитарий стоит дешевле, чем физик или технолог, или агроинженер устанавливает государство. И эта стоимость складывается из различных показателей, да, из зарплаты преподавателя, и из стоимости коммунальных услуг и так далее. Трудно сказать, повысится она и насколько она повысится, да. Вот. Вас-то, наверное, больше интересует вопрос, это стоимость платного обучения, да, в этой связи. Вот. Я сразу хочу сказать, что эту стоимость тоже не мы устанавливаем. Мы, вот стоит условно, да, одно бюджетное место 100 рублей. Мы не можем платного студента взять за 99. 100 или выше. Но у нас, как правило, сколько стоит одно бюджетное место, столько стоит и внебюджетное. И стоимость внебюджетника здесь у нас, в республике Алтай, в нашем университете, она несколько выше стоимости аналогичного студента в том же Алтайском крае, или там в Новосибирской области. Потому что высокие тарифы на коммунальные услуги, они напрямую влияют на стоимость обучения. И если мы получаем больше, чем наши соседи за одного бюджетного студента, бюджетных средств, да, то в какой-то мере вот этот показатель ограничивает нас. Хотя затраты на содержание своего ребенка в другом там городе, даже если стоимость обучения, может быть, они сопоставимы становятся, а может быть, даже и выше при более низкой стоимости обучения. Но вот тем не менее, вот этот фактор есть, и потенциального абитуриента он пугает, да, когда он видит, что, допустим, там, в Алтайском крае стоимость обучения, опять же, условно, 100 рублей платника, да, а у нас 120 или 130. Это вот сразу чисто даже вот психологически таким отпугивающим фактором. Вот тогда следующий вопрос, если мы говорим про платное обучение, имеют ли студенты, которые учатся платно, такие же там привилегиями пользоваться, как все остальные студенты, в частности, там, получение повышенных стипендий и так далее? Платные студенты стипендию не получают, но если они вступят в члены нашей первичной профсоюзной организации, аспирантов, студентов, то правком оказывает материальную поддержку всем студентам, независимо от того, платник он или бюджетник. Хорошо, спасибо большое. Следующий вопрос. Правда ли, что у вас можно научиться изготавливать сыр и колбасу совершенно бесплатно? Сначала я подумал, что этот вопрос направлен исключительно вам только, что вот именно вы обучаете этому. Судя из первых вопросов, вы сказали о том, что дополнительное образование у нас есть в Горнавтайском университете. Конечно. Наши студенты-технологи, они научатся делать и сыр, и масло, и колбасу, и много-много других разных продуктов. Если возникнет желание у студентов других специальностей, других направлений подготовки научиться этому, то у нас есть система дополнительного образования. Да и всех желающих за не очень большую плату на курсах ДПО мы научим всему и сыр делать, и картошку выращивать, и даже крестиком вышивать, и делать поделки из войлока. Кстати, сам хочу записаться на курсы, у нас они время от времени проходят, это нравится мне, гончарное дело. Хочется какой-нибудь кувшин сделать. Или кубок, да? Или кубок, да. Провести кубок ректора и его, собственно, сделать из глины. Ну ты что, уже подсказывает идею, да? Молодец. Центр китайского языка открыт для всех желающих или только для ваших студентов? Нет. Так же, как и Центр немецкого языка и культуры, он открыт для всех, и все желающие могут приходить, записываться на курсы, начинать изучать китайский или немецкий язык. Хорошо. Ну что, Валерий Геннадьевич, на этом у нас все. Все интересующие вопросы будущих студентов Горно-Алтайского университета. Я надеюсь, что будущих студентов именно нашего университета мы задали. В любом случае, спасибо вам большое за уделенное время, спасибо большое за предоставленную информацию. Друзья, в завершение хотел бы сказать, поступайте в Горно-Алтайский университет. Вы здесь не только сможете получать повышенную стипендию, очень большую, но еще и сможете в голодные годы сделать себе колбасу либо сыр. И я еще добавлю, хоть сегодня перечень вопросов исчерпан, сейчас они подумают, послушают ответы, и возникнет еще масса вопросов. Для того, чтобы получить для них ответы, нет ничего сложного. Мы открыты для всех. Вопросы можно задавать, обратившись в приемную комиссию, и на сайте университета есть рубрика «Вопросы ректору». Вы тоже можете туда писать и обязательно получите ответы. Я всех приглашаю поступать к нам в университет, вы не пожалеете. До встречи!